Скандал с мистическим уклоном. Жители Челябинска требуют защитить их от перекрестка смерти. Аномальное место находится в южной части города и уже давно считается проклятым. Только за последние 10 лет там погибло более 100 человек. Новая трагедия, произошедшая на этом перекрестке несколько дней назад, стала последней каплей. Челябинцы в панике, они уверены, пешеходов и водителей атакует нечистая сила. Эта жуткая трагедия всколыхнула весь Челябинск. Девять вечера. Две иномарки несутся на огромной скорости, обгоняя друг друга. Вдруг перекресток и красный свет. Лексус просто подлетает и в остановку. Ну и все, я туда подбегаю, там лежит женщина уже с открытыми глазами. Ну я вижу, что труп. Все мы с братом как бы стоим. Нам говорят, типа там вот там ребенок еще был. Все мы с братом ее откопали, там девочке 3,5 года. Пол головы нет. Водитель Лексуса не оставил 35-летней Ольге Вивчарук и ее дочке Маше ни единого шанса. Автомобиль буквально впечатал пешеходов в остановочный павильон. А продавщице цветов Венере Хасамовой несказанно повезло. За полминуты до чудовищной аварии она вышла на улицу и отошла за киоск покурить. Шум этот, осколки вылетели, и меня просто как ударной волной выбросило на газон. Алексей Волковинский проезжает этот перекресток ежедневно и не по одному разу. Он работает таксистом. Водитель со стажем рассказывает, ДТП здесь не редкость. Чаще всего аварии происходят из-за несоблюдения скоростного режима. Алексей говорит, что и за собой не раз замечал. Нога как будто сама давит на педаль газа. Все хотят разогнаться. Там даже не хочешь разогнаться, все равно не замечаешь, как разгоняешься. То есть как будто забываешься. Что-то такое то отвлекает, то ли еще что-то. И вот постоянно тормозишь очень резко, потому что забываешь, что едешь и перекресток, и светофор. Перекресток улиц Даватора и Шаумяна местные называют не иначе, как зоной смерти. Чего только не делали сотрудники ГИБДД. И дорогу расширяли, и клали лежачих полицейских. Все впустую. Перекресток будто требует новых жертв. Экстрасенс Седа Варданян, по нашей просьбе прилетевшая в Челябинск, словно выбитый из колеи. Проклятый перекресток причиняет невыносимую боль, признается эксперт. Собравшись силами, Седа сканирует дорогу смерти и сразу вычисляет источник всех бед. Мотоцикл вижу до этого. Пацана 28 лет, он погиб, единственный сын. Алексей Завод был. Вот его духа кричит. Это все. Он как живой ходит. Специалист по аномальным явлениям уверяет, это погибший мотоциклист подстраивает аварии, заставляя водителей непроизвольно набирать скорость. Это злодух. Зло. Просто очень зло. На всю недовольность в своем жизни. Всю жизнь он мучился. И так и он разбился. Девять лет назад. И он мучает всех. Говорят, именно тогда, 9 лет назад, на этом месте и запустился счетчик бессмысленных жертв. Седа Варданян, превозмогая боль, слушает крики разъяренной потусторонней сущности. Я слышу этот голос. Это страшно просто. Господи, это очень страшно. Разбившийся мотоциклист не собирается покидать перекресток смерти. Значит, его надо изгнать с помощью особого ритуала, говорит экстрасенс. Это место надо осветить, во-первых. И так больше соль. Сначала соль засыпать. И сахар много-много-много. Вот так, как крест. И так вот эта территория, да туда. Похоже, городские власти на этот раз всерьез озадачились проклятым перекрестком. Они пообещали встревоженным горожанам, лежачих полицейских станет больше. Кроме того, в местную епархию уже отправлено письмо с просьбой осветить аномальное место. Тем временем злой дух, судя по всему, продолжает свое темное дело. Сразу после визита Седы-Варданян на этом же перекрестке произошла еще одна авария со смертельным исходом. Ее свидетелями стали многочисленные горожане. Сегодня они несут на разбитую остановку цветы и мягкие игрушки. Антон Гладышев, Ольга Кнор, Роман Гук, ТВ3.